дядя не улетай дядя дядя аккуратней тангаж поддерживай позитивный не забывай что угол атаки превышен максимальный угол атаки не подожди как она говорит в российских самолетах она говорит а превышен угол атаки превышен угол атаки в при вышивке не на себя не на себя смотрите если угол атаки превышен и тянуть ручку на себя он еще больше будет поэтому вы как бы тупой маленько понимаете давайте до свидания до свидания до свидания ну я звук вам выключил бы что-то такой давай летчика самолета давай летать будем да алло ты полезь летишь куда что-ли да 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 а я отвешу плавание так сказать в дальнее собрался плавание ну воздухоплавание тоже так было воздухоплавание было начать самолет на миге летишь на старом вас они вроде не летают уже f-18 f-18 фокстрот какой-нибудь фантом 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 фокстрот фантом точно а слышал песня по ружке фокстрот мой фантом стрелою белой на распластанном крыле салевого набирает высоту песня про американского летчика не слышал как его потом вьетнамцы там плен взяли это американцы поют или рюзги ваня поют было бы у меня больше времени я это поет американский летчик или какой-то вот он тогда прямо взял и на рюзгом языке запел этот америка это вы вьетнамцы вы так вот и наверно верите во все это да они чтобы во вьетнаме там давали жару там ребяткам этим звездно-балосатку но и какой результат за отлично все вьетнам свободная страна за кого за кого сейчас вид нам вьетнам исключительно русский российский партнер партнер до партнер какая у вас там торговля с вьетнамом идет какая-то ой они нам короче эти дошираки а мы им там туда этих собак короче дворовых вот это-то партнеры действительно то вот заради такой песни и вот сколько туда угрохали советский союз интересно денег смотрите если б хрен его знает считали нормально сколько угрохали на кубу во вьетнам в афганистан может быть этот советский союза не развалился а так вы радуетесь сам да я не неизвестно чем если если мы не показали бы свою это самую гилду на клубе во вьетнаме и в афганистане нас можно давно бы не было понимаете а почему же почему же с афганистана ушли с позором почему с позором обыкновенно российский ой советский воин интернационалист что закончил свою миссию в афганистане там люди стали же дали мы вышли оттуда воинами победителями как обычно ничего там а кто это вы такие вы вы кто-то лишь то бишь то бишь вы вот ты и я короче наш народ советский вы довольны теперь что развалился этот недоразумение вот это советский союз советский союз развал нет недоволен недоволен да но россия теперь хочу россию как советский союз только чтобы не советский союз а одна россия понимаете скажите пожалуйста вы сейчас владеете 1 6 частью суши по моему а если вам дали пол земного шара вы бы смогли раз мало мало так вы нищими так и были да смотрите смотрите вот смотрите допустим вот такие страны как голландия люксембург нидерланды швейцария швеция норвегия они как говорится вот маленькие но первые занимают места по уровню жизни в рейтинге а вы что-то там в общем если вам дать еще больше вы вообще в лаптях ходить начнете обнищайте я честно говоря живу вот как вот среднестатический голландист или швейцарец это вы а откуда у вас взялось там 20 миллионов нищих в российской федерации по вашему росстату по данному росстату правильно а я народу то вас не так уж много он у японцев почти сколько же 120 миллионов на островках живут там вы считаете вы считаете вы считаете что в россии там много народу вы какое место в мире занимаете папа по количеству населения где-то наверно 30 место тогда россия занимает в мире почему 30 место по количеству населения а вы продолжаете думать у вас много народу да не не как я бы вам сказал так демографическая ситуация на данный момент не очень хорошая вместо 142 миллионов если было бы 300 миллионов вот тогда вы зажили но у вас у вас смотрите за прошлый год за прошлый год за прошлый год за прошлый год у вас убыль населения на полмиллиона но возможно возможно к вид к вид короче на видео слышал такую эту самую информацию вот готовят значит такую программу внедрят хотят значит смотрите все иностранные девушки включая также украинок которые приезжают сюда и рожают от русских парней вот по пять тысяч долларов дают вы видела так это что будут уродов владеть или что я не понял почему нет понимаете мы же с вами разные люди разная разная да да а когда не кровь не смешивается получается очень хорошие хорошие здоровые ребятки здоровые вы видели вы видели воронежскую аленушку вы видели ну это знаете что это художник он так видит ну вот таких понимаете ну вот вы посмотрите на себя каких вы красавцев сделаете и гляньте на меня это же не надо ходить далеко но посмотрите будет какой то смотрите человек у которого щеки шире мозгов это раз какой-то нос картошкой хрен гармошкой щеки шире мозгов это вы считаете надо вот таких размножать да нет понимаете у нас здесь россия очень даже красивый молодой человек в этом среди россиян вы самые красивые так понял ну да чего чего очень рады кушкам хохлушкам очень нравлюсь на хохлушкам делу их там этих хохлушек так у нас здесь хохлушек знаете сколько вон и подъезды подметают и везде на приезжали говорят там у на у них армата самая беспредел хаос война говорит вот примите пожалуйста вот мы принимаем это с донбасса к вам приезжает у них там нет нет не из донбасса из а где еще война идет кроме как на донбассе война-то на украине вот они с украины приезжают ну смотрите у вас десять лет война была с чечнёй что там все куда-то разбегались или что не понял ну эти самые террористы разбегались там да по грузиям по всяким и их там давили как скажите а каким образом у нас здесь этнических русских 5 миллионов оказалось в украине и вот их палкой не выгонясь отсюда как быть они у нас здесь не то что туалеты моют бомжу вообще хотят порезги моим запретили в общественных местах разговаривать я вас понял я вас понял вот так это все ненадолго вы понимаете как говорится мало это самое кипит наш разум возмущенный скажите пожалуйста как пить дать вы потомок шариковых наверно до революции ваши предки были крепостные или нищие нет 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 да 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 не надо не надо вот сейчас уже начнете там я дворянин это был какой-то конечно дворянин дворянин никогда не скажет не будет хвалить советский союз вот смотрите я потомок я потомок дворян и мне всегда говорили мои дедушка бабушка мама папа что вот это советский союз это натуральное настоящее говно и рано или поздно оно завалится и пропадет а вы вот какой-то там рассказываете как года мне рассказывали что нас раскулачивали нас высылали а в это где вы наверно обрадовались приходу советской власти до обрадовались да вот там есть такая картина пришли вот эти шариковые там выселили кого-то до расстреляли этих вот жильцов они стоят так чемоданами а маленький мальчик стоит и говорит как хорошо что хозяев расстреляли есть такая картина так что я так понял да вы этот советский краснопузый идиот какой-то давайте мне в общем мне понятно ваше понятно да давайте это смысл и Продолжение следует... Продолжение следует...